всем привет мы из 21 pro идем топить что он остановился ты ену без от 60 ультра из того что не восстановлены и все это у нас мы из 21 pro ip68 здесь есть два раза я его ронял на кафель он не погибал в 4 к 60 fps снимаю но самое главное пока расскажу разумеется это китайские смартфоны никакой android out у вас работать не будет русский язык здесь через set edit заводится но полностью информацию вас на нем тоже не будет и напоминаю что смартфон довольно специфическим вообще называется на официальном сайте не smart у них терминал но это все мелочи жизни главное что вроде бы утопление он пережил smart интересные будем смотреть сравнивать начнем всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства и сегодня я расскажу вам о смартфоне meizu 21 pro и в чем он флагман в первую очередь в плотности пикселей 120 герц экрана последний процессор 8 ген 3 от snapdragon помимо этого он выдает довольно неплохие 1200 1300 люксов пике у него металлическая рамка защита от влаги вы видели как я его топил и в моем сценарии использования он уже два раза падал у меня на кафель разумеется потерял свой товарный внешний вид появилась коцка но он выжил что для меня удивительно вообще смей за у меня всегда связаны очень долгие мучительные истории потому что но из у 20 про я вообще потерял обязательно его сравню для вас по видео и фотосъемки немного с asus Zenfone 11 ультра на него тоже скоро будет обзор напоминаю что каждый из представленных на канале девайсов у меня чаще всего обладает тремя обзорами то есть на основном канале вы видите этот обзор мы уже делали прожарку с вами на пользу и на пользу life вы увидите обзор одним кадром кому интересно как он снимает вот когда он один если говорить про смартфон в целом порадовал он меня или расстроил наверное больше порадовал и почему порадовал как правильно сказали мне на стриме но у него белые рамки есть и мало того что белые рамки все-таки он интересный сказать что он третий эшелон язык не повернется сказать что второе может быть даже в каких-то моментах первые у meizu постоянно каждый смартфон последний и это вообще уже не смартфон это у них какой-то терминал но это уже другая история я уверен что обзор будет вам интересен и он на уровне флагманов а бренда смотрим распаковка поставляется данный смартфон в серой обыкновенной упаковке с названием и краткими характеристиками модели упаковка неплохая в комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой силиконовый чехол блок питания с китайской вилкой на 80 ватт довольно длинный кабель для зарядки с тайп си на тайп си краткое руководство и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 наносим карты карту памяти запихать разумеется суда нельзя габариты устройства довольно комфортные но опять же он большой 165 на 74 на 10 целых семь десятых миллиметра вес устройства же 217 граммов 7 обзоров неделю выгружаю плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону условия просты подписывайтесь на этот канал с колоколом оставляйте комментарий больше пяти слов и в комментарии указывайте свое имя в телеге либо в описании своего канала имя в телеге при этом еще подписывайтесь на телеграм-канал скидок ну и все и вы автоматически в розыгрыше если победить я вам напишу все розыгрыши в конце месяца на стриме перейдем же к смартфону приобрести meizu 21 pro можно в черной белой и голубой расцветки других расцветок в продаже лично я не встретил внешне смартфон от младшей модели особо не отличается только с тыльной части теперь на одну камеру у нас больше что касается лет подсветки то она на месте настроить ее можно плюс за то что ее можно использовать как индикатор уведомлений дизайн чем-то напоминает смартфона от sony чем-то от samsung а и чем-то от apple но мы прекрасно понимаем что все плюс минус будет все равно в этих кирпичиках одинаковая хотя многие мне скажут а где же белые рамки как мне сказали на стриме когда я прожаривал этот смартфон я согласен дизайн и правда умы изу классный собрана модель неплохо материалы качественная рамка алюминиевая после двух падений на кафель которые они планировал смартфон выжил чему я безмерно рад в руке 21 pro лежит не так комфортно как мы из 21 но с другой стороны намного комфортнее чем какие-нибудь широкие смартфоны из разряда galaxy a 55 обзор на который тоже был на канале смартфон имеет защиту от влаги и пыли айпи 68 в начале ролика вы могли наблюдать как смартфон справляется с утоплением на данный момент он жив но если с ним что-то случится смотрите новости в моем личном телеграм-канале я там вам обязательно все расскажу далее на корпусе расположили кнопку питания качели регулировки громкости разъем юсб тайп си от г версии 20 микрофоны и динамики звучание здесь стерео но не полноценный перекос по звуку прям ощутимый и к порт завезли а вот миниджека нет вибромотор тактильно приятный настраиваемый и по мне даже очень таки классные а вот по звучанию никаких эквалайзеров здесь нет звук с легким перекосом что естественно но стерео особое внимание на юсб версии 20 не радует она летим дальше смартфон оснащен q9 amoled дисплеем отбоя на 6,79 дюйма с разрешением 3192 на 1368 пикселей экран плоский цветовая гамма сто процентов 10 p3 соотношение сторон 21 к 9 соотношение экрана корпусу 87,4 процента плотность пикселей флагманская 511 5 максимальная яркость по моим замерам 800 люксов пиковая 1200 люксов это прям супер мега гипер скромно по меркам флагманов двадцать четвертого года частота обновления экрана с технологией лтп от 1 до 120 герц один герц он и правда показывает мультитач на борту и на 10 касание экран откликается очень плохо шим поднимается до отметки в 50 процентов иногда даже больше прыгает но в целом до 20 процентов при активации 10 димминга он показывает то есть никаких сильных претензий у меня к нему нет always on display в наличии далее разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев внедренного в экраны распознаванием лиц притом сканер отпечатков пальцев имеет огромную область вы можете выбирать в настройках какую он область будет захватывать работает очень быстро корректно распознавание лица срабатывает даже под небольшим углом зарегистрировать можно пять пальцев и одно лицо процессор здесь установлен qualcomm snapdragon 8 ген 3 с техпроцессом 4 нанометра с восьми ядрами максимальная частота у него три целых три десятых гигагерца графический процессор adreno 750 оперативная память lpddr5x на 12 или 16 гигабайт внутренняя памятью fs40 на выбор 512 гигабайт или 1 терабайт операционная система fly м е 10 на базе android 14 версии по поводу обновлений великий вопрос потому что уже даже этот смартфон они называют не смартфоном а терминалом и сколько лет они будут его поддерживать если вдруг они уйдут в никуда как и обещали после мы из 21 тайна покрытая мраком я понимаю что у допустим тех же самсунгов из семи лет поддержки это семь лет поддержки обновлений безопасности а три года только обновления прошивки но сколько будет на изу свое обновлять и будет ли она существовать или поменяется название бренда это вопрос имеется поддержка вай-фай седьмой серии функции в лт и поддержки 5g сетей и 4g со всеми бендами связь смартфон ловит хорошо и стабильно датчик приближения отрабатывает корректно и без нареканий bluetooth чип установлен версии 5.4 аудио кодеков на борту достаточно на экране вы видите список поддерживаемых кодеков nfc модуль в наличии можно без проблем установить мир пэй оплачивать покупки на все модулем gps-тест городских условиях показывает точность до 3 метров что стандартно для qualcomm а емкость аккумулятора 5050 миллиампер часов в писемарке он выдал довольно крутые почти 8 часов смартфон поддерживает быструю проводную зарядку до 80 ватт беспроводную до 50 и реверсивную до 10 ватт заряжается от 0 до сотки у меня в среднем за 40 минут при том иногда дольше иногда быстрее но абсолютный рандом за один час просмотра видео на ютюбе по вай фай на 100 процентов яркости у меня улетает 45 процентов заряда но помним что здесь в стопроцентная яркость это не 1100 люксов как допустим тех же самсунгах а только 800 а пиковая как раз 1200 повторяюсь за час в играх уходит среднем 25 процентов заряда и здесь магия он сбрасывает яркость при том иногда конкретно 20 минут в любую игру вы сможете поиграть прям супер комфортно лагов не было touch отрабатывал волшебно на пользу стрима можете посмотреть прожарку с другой стороны когда мы гоняли его в antutu сразу после первого прогона он сбрасывал яркость до трех сотен люксов а вот после второго прогона и 3 он яркость не сбрасывал так что сказать что это рандомный смартфон с рандомной прошивкой это ничего не сказать переходим к тестам тротлинг тест показывает 327 гипсов минимально максимально 479 гипсов и в среднем 394 гипса на 100 потоках при 60 минутах сколько он выбивает в гикбенче 3d марки и остальных прелестях включая antutu вы видите на экране притом в antutu он сначала выбивает 1 миллион 800 тысяч баллов и после третьего прогона мы имеем 1 миллион 400 тысяч баллов при этом температура увеличивается по мне незначительно но от процентов он поедает много 78 с другой стороны учитывая плотность пикселей экрана и частоту его обновления притом зафиксированную принципе неудивительно сторож тест показывает 170 тысяч целом смарт по тестам как флагман со своими минусами и плюсами нигде он не вырубался среды марка не вылетал хотя гену когда мы запустили на стриме он чуть-чуть подвис но потом развис основной сенсор на 50 мегапикселей у нас по камерам с ампертурой 1 и 9 оптической стабилизации сверх ширик на 13 мегапикселей с углом обзоров 122 градуса и апертурой 2 и 4 последний сенсор это телеобъектив на 10 мегапикселей с апертурой 2 и 0 оптической стабилизации и трехкратным оптическим зумом фронтальный сенсор на 32 мегапикселя находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе с апертурой 2 и 4 максимальное разрешение для съемки видео основного сенсора 8к 30 фпс а для фронталки 4к 60 фпс в режиме hdr можно снимать в 4к 30 фпс что стандартно короткий пример вы сейчас увидите я эту модель уже сравнивал в обзоре с самсунгом galaxy s24 на том же процессоре как он снимает относительно asus 11 ультра вы увидите тем более asus стоит тоже космос так 4к 60 фпс без режима hdr на meizu хотя он может но asus 11 ультра этого дела не может вот так сможете снимать эти два смартфона закат сейчас вы увидите закат разумеется и насколько хорошо или плохо решать разумеется вам движение тоже поснимаю еще но пока вот так и по мне учитывая что мы из 21 про я уже сравнивала с самсунгом он asus конечно тоже уделывает при том по полной программе вот это уже мы из в режиме hdr цвета натуральные контраст азуса конкретно выкручен да прям нереально выкручен и то что я вижу это на asus и просто какая-то печаль желание конечно отпадает сравнивать наглухо хочется просто поснимать на великий ужасный asus что потом сказать что его наверное норм не норм фронталка на asus и только full hd на meizu 4к 60 фпс ну здесь уж кому что больше 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 чем это зачем это кому это дождетесь азусовского обзора после того что вы сейчас видите хотя опять же позади меня вот посмотрите каких-то моментах в каких только азус лучше немного футблоггингов 4к 60 фпс и ну здесь уж кому что больше нравится говорит салат 1 камера разная съемка х азус вообще сказал друзья у меня сегодня нет дружбы с фокусом давайте я ему помогу вот теперь у меня казусу отношению что он фокус почему-то решил просто не включать ну и ладно его право правильно и если те медленно специальный здесь у нас человек стоит что мы его оценили в принципе тут нечего ночью сравнивать у азуса печаль печальная на печали погоняет ну и две фронталки full hd 30 фпс на азусе и уже их видели это ночь 4к 60 фпс день медленно очередное сравнение и разница есть особенно если вы покупаете себе смарт я может быть вам абсолютно не нужны эти камера максимум x38 на азусе и x10 на мэйзу если сделать допустим 38 на мэйзу то вот точнее максимум 4x4 на лусь и вот при 4x на азусе какой-то 4x на азусе по сути с другим фокусным расстоянием что ли вы как или нет не из-за экранов так кажется все плюс-минус одинаково так и возвращаемся книжки ультраширик на азусе только 1080p 60 фпс но вот что есть два ультраширика все равно в 1080p видите сейчас сравнение и 1080p 30 фпс против 4к мэйзу но я думаю что я даже не знаю что лучше надо смотреть на компе как говорится видите сколько дней сколько примеров видео но кто их считает съемка с двух рук как мне пишут вот чего нибудь новенького так новенького тогда вы не сможете 50 смартфонов сравнить а вот со стареньких вы можете сравнить все ну к слову новенькая вот вам еще поснимаю праздник вот x3 сейчас увидите народ обливает друг друга и в принципе хватит hd у меня почему-то стоп у меня hd на на азусе вот теперь 4к 60 фпс на обоих смартфонах только на азусе на телевик не прийти ну и ладно и вот так вы сможете снимать вакханалии со стрельбой процесс набора воды во время праздника сунган два разные штуки разные емкости для того чтобы народ стрелял ну что сравниваем две ночные фотографии я вам скажу что когда я фотографировал было все однозначно однозначно мэйзу выигрывал по полной программе но вот сейчас я допустим этого не вижу и почему не вижу потому что азус сработал тоже довольно неплохо сказать что он сработал плохо я не могу но объективно учитывая шумы все что-то с динамическим диапазоном у него не все в порядке цветопередача то же самое уазусу чуть чуть хуже обратите внимание на вот это вот дело здесь вообще все сливается этот конь в целом впечатление от фотографии та и другая если не приближать то они хороши если приближать то разумеется мэйзу выигрывает по полной программе хотя опять же есть те кому понравится больше как сфотографировал азус если говорить про работу со светом то здесь мы просто не зацепили получается фонарь но вот этот фонарь хуже опять же уазус а по фронталке можно сказать что мы из улучши в моменте можно сказать что уазус что-то случилось со стабилизацией в момент этого фото хотя опять же я не держал смартфоны вместе я сначала сфотографировал на один потом на другой но здесь однозначно выигрышу у азуса на сто процентов только выигрыш в обратную сторону отрицательный выигрыш то есть уазуса все плохо у мэйзу пока я не вижу каких-то особых диких недостатков в лицо мне свет сзади контрового света нет и вытягивать нечего но он в целом отработал по мне неплохо если говорить про азус у него был какой-то блер и даже если предположить что это автоматическая штука у него шумов слишком много еще помимо всего так ну и здесь мне бы хотелось сначала сказать что все зависит от того какие у вас руки и правильно снимать его посмотрите здесь у нас вроде на мэйзу объемы все остальное но здесь вроде фотография лучше но как только мы обращаем внимание на то как он вырезал вот это вот это вот наш великий ужасный азус хочется сказать да ладно ну и зафиналить я бы хотел тем что однозначно я могу назвать мэйзу камерафоном да здесь какое-то замыливание при тряске ну что-то он попытался сделать если брать эту фотографию то с едой по мне и пусть шумов и хватает но в этих условиях мало кто бы лучше отработал в зуме ночью вы примерно представляете это фото с 30 этажа разумеется эквивалент 72 миллиметров мало у кого был бы лучше если говорить про съемку против солнца та же самая история и можно долго накидывать негатива рассказывает про это что есть замыливание про то что с автофокусом беда 720 миллиметров это вообще хорошо что хоть что-то показывает можно показывать такие фотографии рассказывает посмотрите какая детализация вытягивает тенем видно что вообще в здании в помещении вдалеке цвета передает правильно есть ощущение объема ну а еду фотографировать самое то даже на смартфон за 15 тысяч рублей но мораль такая если оторваться от стоимости вообще бренда и всего остального это железка вот может вам выдавать очень хороший контент как фото так и видео является ли он эталонным нет лучше чем у опа find x7 ультра или какой-нибудь viva x100 про или samsung s24 ультра или сяоми 14 ультра нет но лучше ли он чем samsung s24 или с тот же asus 11 ультра по мне да для вас может быть как-то по-другому в целом вот такой вердикт исходники смотрим и оцениваем сами ноги ноги главное хвост напоминаю что подобное такие вот видео примеры одним кадром у меня разумеется на канале польза стримы и там одним кадром я об устройствах рассказываю сейчас я вяленький потому что у меня тем высокий не буду ныть но примеру съемки это не мешает будете вялом будет она примерно эта штука вас так снимать вот так довольно странно отражается диод и не кажется что мы перестанет существовать с этой модели но невозможно ультра ширика нет ультра ширика нет вождя просто 4к 60 фпс разумеется есть и ультра ширик еще раз без hdr ночь x1 ультра ширик без hdr не заметил что не снимаю это основа а он переключился почему-то прикиньте он отрубается я не понимаю почему это основа это ультра ширик возможно от того что не знаю почему камера короче отрубается возможно из-за того что я каким-то образом касаюсь ладонью границы экрана разберусь немного опасные бесполезные съемки в движении ночью на байке насколько это комплиментарно я всем смартфоном устраиваю такое можете посмотреть кто хуже кто лучше единственное да у меня сейчас голос посажет что болеет и ультра ширик но ультра ширик ночью снимать вообще мазохизм ночью в движении лютейший мазохизм телевик как мы видели в сравнении с чёртом посмотрите обязательно он здесь не плещет но x3 это полезная штука и еще чуть-чуть основы опять всем кто задается вопросом зачем столько видео примеров я со смартом хожу иногда несколько недель допустим как с 24 на снэпе могу ли я говорить что я хожу только с ним нет то есть у блогеров всегда телефонов 554 но вы можете кстати даже по допустим фотографиям на том же снэпе увидеть что я по-моему с ним ходил месяц это не важно важно что плюс-минус одинаковые для всех условия с 24 как и мейзу 21 про очень интересный смарт почему я про него вспоминаю а к тому что там есть сравнение видео и если вы это видео смотрите значит вам интересно насколько лучше или хуже снимает мейзу чем самсунг ахахаха основной вот hdr еда вкусняхи и то что я щас на пирог не вкусняхи тоже правда не полезно ультрашилек без hdr а еще холлс не на правах непонятно чего много хереса нажим на 3 и не расстраиваемся и ну что hdr футблогинг 4к 60fps и салатик с спагетти телевячок супер освещение нет но освещение довольно хорошие видео довольно не очень x2 x1 4к 60fps с азусом только что поснимал сравнение расстроился и решил снимать пока на мейзу в общем пока он расчехвостил от с 24 samsung раскатывает может с яблоком еще по сравнению не знаю пока пока не уверен но если вы будете абсолютно спокойно может быть даже в каком-то смысле спеша передвигаться и снимать на основной модуль то снимать вы будете примерно вот такую картинку при том свет рассеянный все максимально комфортненько даже сильного ветра нет вообще практически ветра нет для микрофонов но есть минимальный можете на листике посмотреть и в руке лежит удобно как-то я проникся уже к мэйзу опять опять они там опять заведут новый smart и скажу очень передумали погибать без режима hdr ультрашире движение будет вот такая история к сожалению на фронталку в тысячный раз повторяюсь перевод переходить нельзя но можно ну и к лучшему чтобы вас не путать всегда как говорится когда хочется сделать хорошо смартфон можно сказать ну вы можете скачать какие-нибудь стоковые другие программы они пользоваться стоком но мы понимаем да что это способ продать в общем плохо что в стоке нету возможности уходить на фронталку было бы приятно и хорошо и 4к 60fps фронталка вот так примерно я могу снимать насколько это комфортно или нет решать вам картинка без hdr футблогинг 4к 60fps телевик hdr футблогинг 4к 60fps телевик hdr 4к 60fps еще футблогинга телевик x3 если издалека то серого шума x2 x1 так питаться не полезно основной модуль вот так вот хотел эпично снять свою пушку в этом получается в лифте но не удалось почему не удалось все очень просто потому что зависла камера умызу 21 про пора и эта фронталка но и обычно всякие зависал в телефонах по камере которые случаются супер крутых брендов я скидываю в личную телегу кружочком чтобы никто не думал что у вас прям вещь которая железно отработает у вас iphone может перегреться и дальше будет не работать кстати очень многие на него ругаются и я подтверждаю у яблоко очень даже неплохо иногда глючит тачка ему надо привыкать и эпичных кинотеатров иду туда 4к 60fps телевик без hdr никогда не установите косметические штуки снимать пусть их просто тулярды это же не мат правильно это обычный продуктовый прикиньте телевик вот так чипсы и орехи в hdi aria 4к 4к 60fps без hdr футблоггинг ультраширик 4к 30fps футблоггинг ну что смарт уже пережил два падения уже пережил прожарку и 4к 60fps без hdr отрабатывает он очень даже неплохо и с фокусом на меня проблем нет есть проблема только с ценообразованием так ли много фанатов минусы нет миниджека старый юсб тайп си разъем бывает подвисание которое снимал и скидывал свою личную телегу в кружочках и ценник с таким ценником демпинговать невозможно особенно когда у тебя каждый не знаю два три года бренд закрываются цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок сейчас идет распродажа на али по 18000 реально 18 200 продают пока их 6 и еще много всяких прелестных часов по 45000 которые стоили по 8 умных часов разумеется еще много всего мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи приходите на прожарки устройств и не забудьте что на этот смарт еще будет обзор одним кадром для тех кому интересно разумеется у него есть и запись без уведомления собеседника начали записи и вы можете даже поменять язык с английского на русский с это где там но у вас поменяется только часть оболочки но какого-то вау эффекта от оболочки я не ощутил и 800 люксов яркости такое себе но и резюмировать как всегда я хотел бы долго и мучительно надеюсь что средства вам сэкономию samsung s24 плюс отличный смартфон стоп это не про него мы из 21 pro отличный смартфон если бы не ценник почему если бы не ценник смотрите за эти деньги на распродаже пусть даже немного людей умудрилась урвать сяоми 11 ультра за эти деньги вы спокойно можете купить сегодня на распродаже вместе кстати с таможней чуть-чуть может быть дороже ван класс 12 и все эти смартфоны они обладают одним просто очевидным качеством у них бренд каждые 15 секунд не закрывается и вообще в эти деньги можно много всего купить да он по мне выиграл у samsung s24 по видеосъемке но незначительно да он разумеется выигрывает уазуса но если говорить о целесообразности покупки она однозначно миллиард процентов нулевая почему потому что дьявол как всегда у нас в деталях в чем здесь не супер я не говорю про колечко классно что они это дело придумали и не прав автофокус у меня с ним все в порядке было а в том что яркость у экрана всего максимальная 800 люксов конкурентов 1000 1100 1300 iphone 13 про макс сколько выдает спойлер ну больше тысячи уже давно даже iphone 15 дешманский 60 герцами да он показал себя отлично да мне безумно понравился огромный сканер отпечатков пальцев который работает великолепно да можно получить хорошие фотографии да хороший звук да отличная вибро но это моральный кирпич что значит моральный кирпич что завтра этого бренда вообще не будет когда я ругаюсь на нафин фоны которые вы не перепродадите через пару лет который когда ругаюсь на samsung какой-нибудь galaxy a54 55 который теряет стоимости 30 процентов и говорю что infinix вместе стек на печали 50 процентов от стоимости они хотя бы знают кто знает о meizu я вам спойлер ну когда покупал 20 про и 20 20 обычный meizu меня друг летал в китай так он очумел там искать магазин meizu его нигде не было у нашел его где-то там на 21 этаже в офисе то же самое касается 21 про если его в китае не особо сильно жалуют то чего вы предполагаете что на глобальном рынке когда вы купите за такие деньги смартфон он у вас раз не а кирпич это какая гарантия 2 кто и умеет чинить 3 где вы возьмете на него запчасти 4 ладовые ничего не ломаете но как долго будут обновлений будут ли они вообще 5 дорогая игрушечка получается за белые рамки я думаю что идея моя ясна если кому-то вот прям в кайф и он уверен в себе и сможет ходить с ним года три туда ну вообще смартфон классный то есть чтобы отличаться как знаете когда-то первые покупатели ван классов отличались но он был правда топ за свои деньги здесь сцене космический то я вас понимаю но во всех остальных сценариях использования он не лучше а брендов но стоит как а бренды и закрыта но технически это уже не смартфон а терминал от меня девайсу однозначно и да подписывайтесь на канал с колоколом смотрите прожарку его обзор одним кадром приходите на пользу стримы иначе его перестану вести ни в коем случае не угрожаю призываю вас к тому чтобы мой объемный контент по поводу каждой железяки продолжал существование потому что кому-то важны игры это пожалуйста польза стримы плюс еще при нагрузочке общения кому-то важны обзор одним кадром когда я хожу и рассказываю а кому-то проще вот так прийти услышать резюмирую повторяясь девайсу в отрыве от стоимости и перспектив однозначно да подписывайтесь на канал с колоколом добра и удачи вам дорогие друзья